Неприятное объявление для курильщиков. Через полтора месяца минимальный ценник на сигареты составит 129 рублей. На 10 больше, чем сейчас. Подорожание затронет значительную часть населения края. На Алтае курит больше трети жителей. По данным медиков, 27% мужчин и 8% женщин. А среди беременных этот показатель до 14%. Вообще, уровень женского употребления табачной продукции все больше ужасает врачей. Прогнозируем и уже видим увеличение рака легких среди женщин. И он начинает по частоте выявления с рака молочной железы. Традиционно рак молочной железы у женщин это ведущая патология среди злокачественных новообразований. Список сопутствующих табакокурению заболеваний немал. Риск инфаркта у курильщиков больше в пять раз, инсульта в три раза. У курильщика больного диабетом быстрее поражаются сосуды в течение трех-пяти лет. Мы еще 10 лет назад вносили законопроект, который бы запретил продажу табака и алкоголя в местах, где располагается расчетно-кассовая техника. По первому решение было принято. Сигарет теперь нет в открытом доступе. По второму все пока по-прежнему. В целом надо понимать, что курение – это уничтожение здоровья за свои же деньги. Плюс и удар по самочувствию окружающих. С курением табака в России борются с 2013 года. Тогда заработал закон, ограничивший курение в кафе, транспорте, вокзалах. С 2021 в стране рассчитывают единую стартовую цену на сигареты. Сейчас ее очередное повышение. У медиков нет иллюзий, что разница в 10 рублей остановит заядлых любителей. Но надеются, что хотя бы те же школьники не найдут лишние 129 рублей на пачку сигарет. Это позволит тем, кто еще не закурил, особенно молодому поколению, дебют употребление табачных изделий, как правило, происходит в старших классах. Мы рассчитываем на то, что, конечно, молодежь формирует у себя уже такую мысль и стиль поведения о том, что курить не модно. Помогает бороться с курением и тренд на ЗОЖ. Людей, которые занимаются спортом, следят за питанием, проходят обследования, становится все больше. Осталось сделать немодным вейпинг. Не менее опасное, по мнению врачей, средство курения.